В Екатеринбурге открылась международная выставка Иннопром-2022. Темой этого года стал промышленный переход от вызовов к новым возможностям. В планах ульяновской делегации провести ряд переговоров и подписать несколько соглашений. Регион в этом году сможет нарастить федеральную поддержку в два раза. Об этом шла речь на встрече с руководителем Фонда развития промышленности Романом Петруца. В прошлом году регион смог привлечь больше миллиарда рублей инвестиций для льготного кредитования компании. Фонд помог двум предприятиям запустить свои производства в прошлом году. На данный момент общая сумма заявок от региона – 3 миллиарда рублей. Одно из предприятий, которое поддерживает в федеральном центре промтех «Ульяновск», который производит пассажирские кресла для гражданских самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет». Сегодняшний день фонд профинансировал 8 проектов вашей области, 4 заявки у нас в работе. И фонд имеет в этом году огромный объем средств для, в первую очередь, автопроизводителей. В вашем регионе, я знаю, они есть. Поэтому добро пожаловать в фонд в нашем распоряжении программы от 5 миллионов рублей до 2 миллиарда рублей с максимальной суммы займа на 10 лет до 1-3% годовых. В Димитровграде начнется модернизация площадей индустриального парка «Мастер». Соглашение подписали Алексей Русских и гендиректор КАМАЗ Сергей Кагонин. План их разместить на площадях ДАА за новые производства. В модернизацию обе стороны вложат 200 миллионов рублей. У нас цель привести в порядок метровоградскую площадку, привести туда новые бизнесы. Вот сейчас мы ведем работу для того, чтобы в определенном смысле это стало центром компетенции по автокомпонентам нашей страны. На Инопроме также огласили результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах за прошлый год. ТОП-20 вместе с Москвой, Питером, Башкирией, Татарстаном, Самарой, Ростовом и другими вошла и Ульяновская область. Наш регион переместился с 14-го места на 9-е. Собственные меры поддержки, хотя бюджет у нас не такой большой, как у других более крупных регионов, но тем не менее стараемся для своих предприятий обязательно внедать свои региональные меры с небольшим бюджетом, но мы считаем, что довольно-таки эффективно. Еще раз всем большое спасибо. При составлении рейтинга оценивали экономическое развитие, нормативно-правовую базу, региональные меры поддержки, деловую активность и цифровую трансформацию.